Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, что нужно принимать, чтобы ваш половой контакт длился очень долго. И вы, если страдаете преждевременной эвакуляцией, что же нужно делать? Мы с вами не так давно говорили на эту тему, мы говорили про упражнения, про гимнастики. Сегодня мы поговорим, какие же лекарственные препараты можно принимать для того, чтобы избавиться от быстрого полового акта, чтобы его продлить, избавиться от преждевременной эвакуляции, чтобы половой акт длился столько, сколько вы захотите. Сразу скажу, это видео не рекламное, я не рекламирую какие-то препараты. И безусловно, перед применением я вам крайне рекомендую посоветоваться с врачом и получить его рекомендацию. Я делаю обзор специально для вас, чтобы вы знали, что да, такие препараты есть, их можно приобрести. Также, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И обязательно пишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Ну что, поехали! Сразу скажу, посмотрела много отзывов, прочитала много отзывов перед тем, как снять этот ролик, для того, чтобы дать вам более чёткую информацию. На сегодняшний день нам предлагают три препарата, которые влияют на увеличение времени вашего полового акта, и то есть как бы предотвращают преждевременную эвакуляцию. Первый препарат называется конфидо, препарат фирмы индийской, то есть препарат растительный индийский. Там 10 разных растений, да, растительных свойств, которые, как говорят, как раз-таки инструкция, да, предотвращают преждевременную эвакуляцию. Препарат, значит, рекомендуется принимать два месяца, два месяца, по одной таблетке два раза в день, то есть там 60 таблеток в таком флакончике, в баночке, и практически вся Индия принимает данные препараты. То есть вот если вы за народную медицину, за растительную, то этот препарат именно относится сюда. Какой же всё-таки плюс данного препарата? Во-первых, стоимость, он стоит 400 рублей на сегодняшний день в среднем, опять же, я говорю цену такую среднюю, где-то немножко дешевле, где-то немножко дороже. Он полностью растительный, то есть если вы не хотите принимать никакие там химические препараты, то этот препарат действительно подходит. И как бы никаких серьёзных последствий и противопоказаний и осложнений у данного препарата нет. Какие же минусы? Во-первых, длительный курс, что данный препарат нужно по рекомендациям принимать в течение двух месяцев, а может и больше, и нет быстрого результата. То есть если вы выпьете таблетку, то у вас прямо сейчас половой контакт не продлится. То есть он продлевается более долго. Соответственно, в течение двух месяцев вы его принимаете. Минусы, что раньше можно было купить данный препарат в аптеке, сейчас, к сожалению, их в аптеках нет. Его нужно заказывать только на специализированных сайтах или на каких-то выставках индийских товаров. Как описано, что да, они там бывают, продаются, но обычно, вот, кто пишет, пользователь заказывает его в интернете. Второй препарат нейродоз. Нейродоз, вы наверняка видели рекламу, там такая рубашечка с красной бабочкой, его одно время очень рекламировали. Этот препарат не является лекарственным средством, это биологически активная добавка. Компания Штада его производит. Соответственно, как описано, препарат входит в витамино-минеральные комплексы, то есть витамины группы В и аминокислоты. Значит, упаковка содержит 60 капсул, там капсулы достаточно большие. Рекомендуется принимать по 2 капсулы 2 раза в день. То есть, соответственно, вам этой упаковки хватает на 15 дней. В рекомендациях, опять же, рекомендуют нам употреблять месяц. То есть, одна пачка 60 капсул стоит полторы тысячи рублей. То есть, на месяц нам с вами нужно минимум 3 тысячи рублей приема данного препарата. По составу никаких других лекарственных средств нет, только витамины и аминокислоты. То есть, это именно биологически активная добавка. Минус данного препарата в том, что, опять же, мы не получим до быстрого эффекта, быстрого. И так как не выпьешь капсулу, и тут же у тебя продлится половой акт. Нет. То есть, это именно такой длительный прием препарата. И, на мой взгляд, минус это цена и состав. Опять же, на мой взгляд, я читала разные отзывы. Кому-то помогает, кому-то нет. Но, тем не менее, за данную сумму денег, я думаю, что можно купить витамино-минеральный комплекс отдельно. Эти витамины, купить правильную еду, мясо, молоко, яйца. И вот вы эти аминокислоты и получите. Опять же, мнения разные. Еще раз повторюсь, это не реклама. Поэтому здесь, у кого есть возможности попробовать, можно. Он продается в аптеке без рецепта. Если же все-таки есть сомнения, то можно просто правильно питаться и выполнять упражнения, про которые мы говорили в предыдущем видео. Третий препарат. Примасетин. Примасетин называется он. Это уже лекарственное средство. Лекарственное средство очень сильное. То есть, вот это именно лекарственный препарат, который продается в аптеке и очень много где требуется рецепт. То есть, там и написано, продается по рецепту. Но многие аптеки могут, к сожалению, продавать без рецепта. Почему? К сожалению, так как препарат сильный, есть противопоказания, есть определенные осложнения. Поэтому, безусловно, я крайне рекомендую перед применением лучше консультироваться с врачом. Подходит он вам или нет. И обязательно прочитайте инструкцию о противопоказаниях. Препарат включает в себя 6 белых маленьких таблеточек. Стоит 600 рублей. Действительно, из всех, которые мы перечислили, это именно тот препарат, который позволяет выпить таблетку и продлить половой акт. То есть, не длительное применение, а то есть, выпил и пожалуйста. Значит, по рекомендациям, время увеличивается в 1,5-2 раза полового акта. И таблетку нужно выпить за 1-3 часа до полового контакта. Наиболее большое содержание препарата будет за 1 час перед половым контактом. Смысл заключается в том, что препарат, он сильный, наш вообще мозг даёт сигнал нашему половому члену, что всё, половой контакт нужно заканчивать. И вот данный препарат влияет на мозговую активность, то есть, мозг как бы расслабляется и забывает про то, что половой акт должен закончиться, и поэтому он продлевается. Смысл именно вот в этом заключается. Поэтому он и сильный. Будьте, пожалуйста, аккуратны. По отзывам он действительно помогает многим. Кто-то увеличивает дозировку до 2 таблеток, кто-то уменьшает до полутаблетки. Тут уже индивидуальный подбор препарата. Какие же противопоказания действительно много, обязательно их прочитайте, нет ли у них у вас. Какие же могут быть осложнения? Это тошнота, диарея, головная боль. Может быть, какое-то замедленное, такое немножко умственное отставание тоже может быть. Поэтому, друзья мои, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Но я также рекомендую обязательно пробовать упражнения, которые мы уже с вами распирали чуть выше на канале, для того, чтобы ваш половой акт длился достаточно долго. Что вы думаете по этому поводу? Какие у вас есть вопросы? Обязательно пишите их в комментариях. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И мы с вами совсем скоро встретимся. Всем пока-пока и длительной ночи любви. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok